Продолжение следует... У нас появилось много опций лекарственного лечения, и нам теперь есть из чего выбирать. И давайте попробуем разобраться, как же выбрать алгоритм выбора лечения метастатической меланомы. Как сегодня уже упоминалось, у нас появилось несколько опций лечения. Это блок комбинированной терапии, блок иммунотерапии. И между этими двумя блоками затесался третий, единственный вариант лечения. Это комбинированное лечение, это таргетная иммунотерапия. Что интересного в этом слайде? Мы можем сразу увидеть, у кого же большая выживаемость. Самая большая общая выживаемость у пациентов на комбинированной иммунотерапии. Неволумаб с эпилемабом, конечно, выбивается из всех остальных режимов. 72,1 месяц медиана общей выживаемости, недостижимая при других опциях лечения. Но при этом, если посмотреть на выживаемость без прогрессирования, то абсолютный лидер – это тройная комбинация иммунотерапии. Вамируфениб, кабиметениб и отозализумаб. Но и когда же что мы выбираем? Когда у нас пациент с брав немутированной меланомой, у нас есть выбор, по сути, между комбинированным режимом иммунотерапии, эпилемаб с неволумабом, либо моноиммунотерапия в разных ее видах – неволумаб, пембральзумаб или пролгалимаб. И кто же пациент, которому лучше всего назначить комбинированную иммунотерапию? Я представлю несколько профилей из разных клинических исследований. Исследование EBC, где сравнивалось комбинированный режим иммунотерапии против моноиммунотерапии у пациентов с метастазами в головной мозг. Мы видим, что пациенты на эпилемабе с неволумабом имеют больший бенефит против моноиммунотерапии. Пациенты с мутацией в гене-брав, исследование Чекмейт-067, абсолютно больший бенефит – 16% у пациентов, получающих комбинированный режим против моноиммунотерапии. Пациенты с PDL отрицательным статусом также имеют некоторые преимущества от назначения комбинированного режима. В то время как на нижнем графике мы видим, что практически нет никакого улучшения вживаемости без прогрессирования у пациентов с PDL-позитивным статусом. Пациенты с меланомой слизистой также имеют наибольший эффект от назначения комбинированного режима иммунотерапии. Пациенты с высоким уровнем ЛДГ также получают наибольший эффект от назначения неволумаба с эпилемумабом. Пациент должен быть, конечно же, без висцерального криза, потому что всё-таки это иммунотерапия, и мы понимаем, что иммунотерапия, ей нужно время для того, чтобы начать работать. Ну и как небольшое резюме, какой же идеальный профиль пациента для моноиммунотерапии? Да, это хороший соматический статус пациента без висцерального криза, без метастазов, ЦНС. БРАФ отрицательный, ПДЛ позитивный и нормальный уровень ЛДГ. Это идеальный кандидат для моноиммунотерапии. Когда у нас появляются пациенты с БРАФ мутацией, это больше половины наших пациентов, то у нас появляется уже больший выбор. Это либо таргетная терапия, может быть, с иммунным компонентом, либо иммунотерапия. Когда происходит прогрессирование заболевания, ну всё происходит стандартно, мы меняем одно на другое, смотря что выбрали вначале. Но если мы вспомним мой предыдущий слайд, то мы понимаем, что если БРАФ мутированный пациент, то нам, скорее всего, приходится выбирать между таргетной терапией и в идеале бы выбирать между комбинированной иммунотерапией неволумабом с эпилемумабом, так как пациенты с БРАФ мутацией на иммунотерапии имеют больший эффект именно от комбинированного режима. И на самом деле было большое исследование, я подробно на нём останавливаться не буду, но все задались вопросом, что же лучше назначить в первой линии, комбинированную иммунотерапию или таргетную терапию. И исследование DreamSec, исследование, которое имело кроссовер, то есть пациенты, которые получали таргетную терапию на старте, в последующем были переведены в группу комбинированной иммунотерапии. И вторая группа была наоборот, когда получали таргетную терапию, в последующем могли получить иммунотерапию. И окончательная точка исследования, первичная точка исследования была общая выживаемость к 2 годам наблюдения. Мы видим, что на 20% выше общая выживаемость у пациентов, которые получили комбинированную иммунотерапию. Но посмотрите на этот график. Мы видим, что примерно к 8 месяцам у нас есть перекрёст этих линий. То есть в первые месяцы лечения по общей выживаемости практически 20% пациентов, которые начинают своё лечение с иммунотерапии, с комбинированной иммунотерапией, к сожалению, погибают, так и не получив зачастую таргетную терапию во второй линии. И это большая проблема. Назначив самое эффективное на сегодняшний день лечение, мы потеряли 20% пациентов. С чем это может быть связано? Надо попытаться выбрать всё-таки прогностические факторы. Как выбрать то или иное лечение пациенту. И сегодня мы обладаем такими вот благоприятными и неблагоприятными факторами. И давайте попробуем их разобрать. Конечно, это уровень ЛДГ. Высокий уровень ЛДГ – это всегда неблагоприятные факторы. Мы это видим в разных исследованиях. Будь то с комбинированной иммунотерапией, будь то с монотерапией, будь то с таргетной терапией. По типу мутации BRAF. Мы знаем, что при таргетной терапии мутация BRAF V600 работает лучше, чем другие редкие мутации, например, как BRAF V600K. Статус ЭКОК. Хороший соматический статус ЭКОК 0. Намного лучше, чем ЭКОК 1 и выше. Количество сайтов метастазирования. Тоже из одного исследования в другое перетекает, если у нас большее количество, чем 1-2 органа или больше трех органов, то это всегда неблагоприятный фактор прогноза. Поражение печени в иммунотерапии, в таргетной терапии – это тоже неблагоприятный прогноз. Сумма наибольших диаметров очагов. Метастазы в головной мозг. И, конечно, разные биологические маркеры. ПДЛ-экспрессия, мутационная нагрузка, инфильтрация CD8, сигнатура интерферона. Еще немаловажный фактор – это скорость прогрессии опухоли. Было исследование, где было показано, что если до начала иммунотерапии наибольший очаг в течение месяца увеличивался больше, чем на 3,9 мм всего лишь-то, то это значимо влияло на общую выживаемость. Это был фактор негативного прогноза. То есть, вроде совсем немножко увеличивается опухоль, но при этом это был фактор крайне неблагоприятного прогноза. Вы видите, как расходятся кривые. И какой же пациент не вызывает сомнений у нас для назначения таргетной терапии в первой линии? Это брав мутированный пациент с высоким уровнем ЛДГ, выше двух верхних границ нормы, с большой опухолевой нагрузкой, с симптомным поражением, с большим количеством сайтов метастазирования, с наличием симптомных метастазов в головной мозге. И, конечно же, если мы видим, что пациент прогрессирует очень быстро, у него появляются метастазы каждый день новые, такое тоже мы видим в нашей реальной практике, то, конечно, такие пациенты необходимо назначить комбинированную таргетную терапию и, может быть, назначить даже тройную терапию. И на ЭСМО был в 2019 году представлен такой слайд, и он мне очень нравится. Задайте себе вопрос, если у вас брав мутированный пациент и вы хотите назначить ему иммунотерапию в первой линии, безопасно ли это для него? И вы видите два ПЭТ-КТ справа и слева, то есть понятно, что и там, и там четвёртая стадия. Но если на правом ПЭТ-КТ мы видим четвёртую стадию с малым объёмом опухолевой массы, то слева мы видим абсолютно диссеминированного больного. И если ваш ответ «да» и назначение иммунотерапии безопасно, то мы смело можем назначать иммунотерапию в первую линию. С чем это связано? Посмотрите на частоту объективных ответов. Прогрессирование на фоне назначения той или иной терапии, прогрессирование на вимрофенибе с кабимтинибом или доброфенибе с трамитенибом всего у 7% пациентов. То есть 90% пациентов, более 90% пациентов при назначении таргетной терапии мы контролируем их заболевания. При этом назначая моноиммунотерапию, больше трети пациентов, к сожалению, прогрессируют сразу же. Они оказываются просто рефракторными к иммунотерапии. Когда у нас объёмное поражение метастатическое, к сожалению, у нас нет времени ждать ответа. Пациенты с метастазами в головной мозг. Мы сегодня это уже обсудили, что, конечно, комбинированный режим лучше, но комбинированный режим лучше только у бессимптомных пациентов. И очень хорошие результаты у бессимптомных пациентов. При этом посмотрите, что творится с симптомными пациентами. Крайне низкая частота ответов. Только 3 из 18 пациентов получили какой-то ответ. И выживаемость без прогрессирования. Если у пациентов с бессимптомными метастазами в головной мозг к 36 месяцам составляет больше 50%, то, к сожалению, выживаемость без прогрессирования у пациентов с симптомными метастазами всего 28%, то есть в 2 практически раза меньше. Когда мы говорим о таргетной терапии, было исследование с доброфенибом и терметинибом и пациентами с метастазами в головной мозг. Им назначали в разных когортах, будь то симптомами, будь то бессимптомами, таргетную терапию. И у симптомных пациентов мы видим хороший довольно эффект от назначения таргетной терапии. Но, к сожалению, медиана длительности ответа крайне низка, всего 4,5 месяца. Но частота объективных ответов 65%, что довольно здорово. И что же нам хочется? Конечно, нам хочется получить довольно быстрый и частый ответ как на таргетной терапии, но при этом пролонгировать его как на иммунотерапии. И учёные задались этим вопросом и попытались соединить таргетную терапию с иммунотерапией, получив длительный и стойкий ответ, но при этом достигая его довольно быстро, как на таргетной терапии. И сегодня уже об этом говорили. Исследование INSPIRE-150, исследование третьей фазы, в котором мы тоже принимали участие. Тройная терапия, тазолизумаб, вимрофениб и кабиметениб. И что интересно, вы видите, здесь был 28-дневный период вводный, когда всем пациентам назначалась только таргетная терапия, а в последующем присоединялась иммунотерапия третьим компонентом. И в чём же заключалась вообще гипотеза этого исследования? На самом деле назначение таргетной терапии влияет на микроокружение опухоли. Увеличивается CD8-инфильтрация Т-лимфоцитов. И тем самым иммунотерапия, которая добавлялась на 28-й день и позже, она оказывала более эффективное лечение, и тем самым мы получили позитивное исследование. И какие данные этого исследования сегодня представлены? Были достигнуты увеличения медианной выживаемости до прогрессирования практически в полтора раза. Мы видим 15 месяцев медианной выживаемости без прогрессирования. А если мы возьмём благоприятную группу пациентов с мутацией BRAV-V600E, это самая популярная, самая частая встречаемая мутация в гене BRAV, то выживаемость без прогрессирования составляет 16,2 месяца. Добавление отеза лизумаба также приводит к удлинению ответа практически в два раза. 12 месяцев на двойной таргетной терапии против 21 месяца на тройной таргетной иммунотерапии. При этом частота ответов не увеличивается. То есть мы достигаем частоту ответов, равную в обеих подгруппах, что в таргетной терапии, что в иммунной группе. То есть, судя по всему, гипотеза работает и удлиняется время без прогрессирования и общая выживаемость за счёт именно иммунного компонента. Он не даёт большей частоты ответов. Большую частоту ответов даёт, конечно, таргетная терапия. И второй срез базы данных нам показывает, что увеличивается и общая выживаемость на 9% в общей подгруппе. А если взять благоприятную подгруппу с мутацией в гене BRAV V600, то увеличение происходит примерно на 12%. По безопасности. На самом деле, все мы знаем, что вимруфенибском бимбетенибам имеют довольно выраженную сильную кожную токсичность, но здесь кожная токсичность, сыпь, она была даже меньше в группе с отеза лизумабом. Связано, я думаю, это с тем, что, конечно, дозировка у нас вимруфениба меньше в тройной комбинации. И было, на самом деле, ещё несколько исследований. Исследования из доброфенибом с тромитенибом, Комби Ай и Кейноут 0.22, где также исследовались эти гипотезы, но, к сожалению, эти исследования оказались негативными, и они не получили своего регистрационного одобрения. Но надо признать, что только в исследовании Инспайр был вот этот вводный период. Во всех других исследованиях назначалась сразу же тройная комбинация, когда назначалась и таргетная терапия, и иммунотерапия на старте. Но если посмотреть данные АСКО 2022 года, то там был представлен метаанализ эффективности исследований второй и третьих фаз всех тройных иммуно-таргетных комбинаций. И мы видим, что везде увеличение, достоверное снижение и риска выживаемости беспрогрессивно на 23%, и риска общей выживаемости на 21% в пользу тройных комбинаций. То есть тройные комбинации работают. И надо сказать, что у нас в рекомендациях прописано несколько тройных комбинаций в рекомендациях русском. И ещё интересное исследование, исследование у пациентов с метастазами в головной мозг, но именно симптомных метастазов в головной мозг. Исследование Трикотель, где назначалась тройная комбинация вимрофениб, кабиметениб и отезолизумаб. И мы видим очень хорошую частоту объективных ответов. Она в целом сопоставима с тем, что мы видели с доброфенибом и терметенибом. Но медиана длительности ответа практически в 2,5 раза больше, чем у доброфениба с терметенибом. 4,5 месяцев против 10,2 месяцев. Ну и как небольшое резюме, пациенты с наличием БРАФ-мутации получают максимальное увеличение и максимальную пользу от назначения комбинированного режима неволумаба с эпилемумабом в первой линии. Но 20% пациентов могут и проиграть от такой тактики лечения. И кто эти пациенты? Это пациенты с наличием симптомного поражения головного мозга, с большим объёмом опухолевого процесса, ну и пациенты с так называемой холодной опухолью, которой им нужна активация на старте. И такие пациенты, наверное, получат максимальный эффект от иммуно-таргетной терапии. Ну и плюс пациенты, у которых идёт выбор между моно-иммунотерапией и комбинированной терапией, таргетной иммунотерапией. Наверное, лучше выбирать тройную терапию против моно-иммунотерапии. Ну и профиль пациента в первой линии. Это такой личный выбор терапии. Кому мы назначим моно-иммунотерапию того или иного варианта? Это неволумап, эмбролизумап, пролголемап. Это, конечно же, брав негативные пациенты с сохранным довольно статусом, с PDL позитивной зачастую, с нормальным уровнем ЛДГ. Комбинированная иммунотерапия – это пациенты, брав точно с брав мутацией, но при этом с хорошим статусом, без вестерального криза, с бессимптомным поражением ЦНС, PDL негативные и с высоким уровнем ЛДГ. И кому бы я назначил тройную комбинацию либо таргетную терапию? Это, конечно, большая опухолевая нагрузка. Это симптомное поражение ЦНС. Это PDL негативные больные пациенты с высоким уровнем ЛДГ и пациенты, у которых мы видим очень быстрое прогрессирование и быстрый дебют их заболевания. Но две линии хорошо, хотелось бы побольше, хотелось бы 3, 4, 5, может быть, еще больше. И что мы можем предложить нашим пациентам? Ну, химиотерапия во второй линии, к сожалению, не оказывает практически никакого влияния. Мы знаем, что эти зачастую назначения химиотерапии во второй последующих линиях это из назначения лечения до первого обследования, которое показывает дальнейшее прогрессирование заболевания. И мы видим, что данные даже анализа назначения химиотерапии после иммунотерапии не показывает никакого улучшения. Это составляет медиану выживаемости без прогрессирования 2,5 месяца. Но у нас есть несколько опций ретритментов и речелленджов. Напомню, что такое ретритмент и что такое речеллендж. Ретритмент – это повторное назначение того же класса препаратов при прогрессировании после завершения адювантного лечения. В то время как речеллендж – это повторный вызов, то есть повторное назначение препарата, когда у нас был эффект на лечении, но, к сожалению, у пациента наступила прогрессия, пациент получил вторую, третью линию, и мы пробуем вернуться опять к тому, что было ранее. Учитывая, что у нас на сегодняшний день всего две опции, приходится вертеться и таким образом. Что же назначить, если у нас пациент получал антипедиодин-терапию в адюванте или при метастатике, и у которого случилась резистентность, но при этом у него, например, нету BRAF-мутации или есть BRAF-мутация, но ингибиторы BRAF и MEG уже были использованы. Назначение эпилемумаба в монорежиме либо комбинированное режим эпилемумаба с неволумабом показывает увеличение выживаемости без прогрессирования и практически двукратное увеличение общей выживаемости, если мы назначаем комбинацию неволумаба с эпилемумабом против монотерапии эпилемумабом. И на самом деле в нашей практике такие пациенты есть. При прогрессировании на адювантном лечении либо при прогрессировании на монотерапии у них иногда зачастую прекрасно работает комбинированный режим иммунотерапии. Речь о ленштаргетной терапии. Все мы, наверное, пробовали такой метод лечения и показывают очень хорошую частоту ответов и медианно выживаемости без прогрессирования более полгода. Это в третью и последующую линию терапии. Что интересно, что если мы поменяем один ингибитор BRAV с МЕК на другую комбинацию, то у нас эффект побольше. И длительность ответа выше практически на 4 месяца. Это небольшое исследование, но при этом, мне кажется, оно интересное. То есть если пациент в адюванте получал доброфениб с тераметенибом, то при прогрессировании и при попытке речелленджа мы можем вернуться к ингибиторам BRAV и МЕК, но другого поколения. Тем более теперь у нас появляется уже больший выбор ингибиторов BRAV и МЕК. Ну и как такой итог, если у нас пациент спрогрессировал второй раз, что мы можем ему дать? Речеллендж ингибиторов BRAV и МЕК, речеллендж ингибиторов контрольных точек, назначение каких-то новых комбинаций, к сожалению, не все они зарегистрированы пока в нашей стране, клинические исследования, ну или попробовать комбинированное лечение тройной комбинации. То есть по сути такой двойной речеллендж ингибиторов BRAV, МЕК и АнтиПДЛ-1 терапии. Ну на этом все. Спасибо за внимание. Здесь небольшая информация по тройной комбинации, которую в целом мы можем использовать и наведя QR-код посмотреть информацию по тройным комбинациям. КОМБИНАЦИЯ 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 КОМБИНАЦИЯ